Здравствуйте! За стол, пожалуйста, проходите. В гости к четвероклассникам школы номер 225 пришла Лидия Попонина. Ветеран Великой Отечественной, будучи ребенком, пережила много горя, бед и лишений. Когда началась война, ей было всего 11 лет, как и этим сегодняшним ребятам, для которых Лидия Яковлевна подготовила открытый урок. Страшные события уже далеких 40-х годов прошлого века навсегда остались в ее памяти. Своими воспоминаниями она поделилась с юными зареченцами накануне Дня Героев Отечества. Каким-то путем выживали, ждали, стремились. Бабушки, помню, и на одном гадали, и на другом жива. Ну, у нас брат у меня старший на войне, сестру в Германию узнали, эту сестру через границу переправили. Потом, когда закончился уже набор в Германию, сестру переправили сюда. В годы войны семья Лидии Попониной проживала на территории Винницкой области на Западной Украине. Ветерана рассказала ребятам о том, как немцы расстреливали ее односельчан целыми семьями. Как в самые тяжелые дни оккупации, приходилось сутками прятаться в сыром темном погребе, чтобы остаться в живых. Лидия Яковлевна поделилась историей настоящего чуда, когда в спасение уже не верилось. И через час по родному поселку пронеслась долгожданная новость. Советские войска на подходе. А это означало конец оккупации. Но враг не хотел уходить и сжигал все на своем пути. Когда начались бои, уже бои такие, что немцы уходили, наши на подходе, нашел каратный отряд. Знаете, для того, чтобы было как-то спастись от этих пуль, а у нас было много домов под соломной крышей, стреляли, зажигательные пули. Эти крыши, дома горят, делали дымовую завесу для того, чтобы сделать себе заграждение, ширму. Коровы ходят по выпусканию, свиньи бегают. Страшное дело. И все же они дождались победы. Тогда, в мае 45-го, ликовала вся наша великая страна, свободу которой удалось отстоять всему советскому народу. Подвиг фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, помнят и чтят о россияне всех поколений. Учащиеся школы номер 225 поблагодарили Лидию Попонину за воспоминания и интересный урок мужества. Мелена Зимина сделала подарок ветерану и рассказала стихотворение. Отзовется неуемная боль, Сердце оборудовает Господь, А у всех, кто зимой поливает кровью, За души славы. Вот молодец. Вот молодец. Лидия Попонина входит в состав лекторской группы Клуба-сподвижники Городского совета ветеранов. Дети войны учат молодое поколение россиян любить родину и помнить историю своей страны.